Хотите ли второго? Когда за вторым, а когда второй? Вот так вот. Почему так? А вот это нормально, что у нас вот так? Немножечко непонятное состояние. Да мне кажется, я до сих пор в шоке. Чтобы меня промяли. А вроде бы должно быть так, а у нас не так. Наш живот-то остался. Ничего красного, оранжевого, зеленого. Я не буду сейчас уходить в подробности. Привет, красотка! И ура! Вам ведь долгожданная, безумно долгожданная вторая часть моего восстановления после родов. Я сейчас вообще нахожусь под Челябинском на базе. Мы сюда с Денисом и Евой приехали на неделю. Простите за такой потрясающий фон, конечно. Это все, что я вот нашла из подручных средств, чтобы что-то хоть поставить на фон. Это моя вода, как всегда. Как взять бутылку? Вот так. Запасайтесь тоже чем-нибудь, что вы будете пить на протяжении всего видео, потому что, ну, вы знаете, я люблю разговаривать. Также тут лежат мои пометочки, мой сценарий, какие-то моменты, которые мне нужно не забыть. И Дениса с Евой я отправила гулять. У нас есть с вами хорошие, так, полчаса, 40 минут, наверное, чтобы поболтать. Очень многим понравилась первая часть моего восстановления после родов. Многие узнали впервые о таких вещах, как Бинкунг, например. Также оправили 3L, о котором я вам рассказывала. Это все в первом видео. Это про важные первые 40 дней восстановления мамы и малыша. Так что, если вы не смотрели первую часть, то настоятельно рекомендую, потому что вот эта часть и первая часть, это вообще две разные параллельные вселенные, потому что сейчас уже прошло 2,5 месяца после родов, и фактически мне уже можно все. Если в первые 40 дней, в первый месяц мне там нужно было максимально себя беречь, то сейчас, в принципе, я уже во всеоружии, я уже бегаю, уже занимаюсь спортом. Да, я уже не ношу ни Бинкунг, собственно, то есть я не обвязываюсь им. Также я не ношу чулки, чему на самом деле очень рада, потому что наш урельское лето решило нас порадовать. И действительно стоял жаркий июнь, июль жаркий стоял. И вот, представляете, каждый день, чтобы просто пойти погулять, мне нужно было надевать чулки, которые плотнее, чем колготки, раза в два. И нужно было обвязываться Бинкунгом, то есть это 20 метров тканей, которая, представляете, плотно прилегает к твоему животу. И сверху ты еще какую-то одежду надеваешь, чтобы не было всего вот этого видно, то есть что-то такое мешковатое. И это очень жарко. И я решила разделить видео на три блока. Первый блок... Первый блок... Ок. Первый блок это здоровье фигура. Второй блок психоэмоциональное состояние. И третий блок это питание. Так что давайте по порядочку. В первую очередь, конечно же, максимальное количество вопросов насчет фигуры. Мне очень многие пишут, Саша, как так ты, как будто и не рожала, фигура просто восстановилась. Женское тело, в принципе, очень удивительно, очень многогранно, очень интересно, правильно, мудро устроено. Организм, в принципе, делает большую работу вот в эти первые 40 дней, в первый месяц после родов. И восстанавливается сам очень усердно, усиленно. В общем, восстанавливается хорошо. А если ему еще и помогать, то все будет замечательно. И, конечно же, это огромная разница. Вот я помню, первый мой день после родов, когда я посмотрела в зеркало, я увидела просто живот размером, будто я на четвертом, на пятом месяце. Потому что внутри очень расслаблено, органы нормально не держатся, кожа растянутая. И вот сравнить сейчас у меня уже, в принципе, очень потянутый живот. И мне уже многое можно. Так что давайте я вам расскажу, что я сейчас делаю, чем занимаюсь. В ванной у меня остались те же самые процедуры. То есть каждый раз перед душем я делаю щетку-массаж. Я так его называю. Я беру обычную сухую щетку и не жалею себя. Делаю массаж прямо до красноты. Сначала немного разогреваю круговыми движениями, затем движениями просто вниз. Также не забываю про бока. Ну и самое большое внимание уделяю, конечно же, низу живота. Можно такой массаж делать абсолютно по всем областям, которые вам хочется убрать, подтянуть, так сказать. Я также делаю на бедра, на попу. И в идеале вот такой красный живот у нас должен быть после массажа. В самом душе я делаю также скраб на те же самые места. На животик, на бедра, на попу. Вообще я люблю скраб намного более жесткий, так сказать, с более крупными частичками. Но сейчас у меня дома есть только вот такой. Надо купить новый. Но покажу вам саму технику. Я сначала наношу скраб на ту область, которую хочу проскрабировать. И круговыми хаотичными движениями, будто бы массируя живот, начинаю его растирать. Живот в этот момент я, кстати говоря, напрягаю, чтобы работать именно с кожей, а не с органами. И третьим шагом после душа, хорошо протерев себя полотенцем, я делаю масломассаж. Масло у меня, как всегда, кокосовое, уже заканчивается. Берите комфортное для себя масло. И если мы говорим про животик, то я тоже его напрягаю. То есть напрягаю немножечко пресс, чтобы работать именно с кожей. Хорошенечко оттягиваю кожу, по-разному щипаю ее. Короче говоря, очень хорошо разогреваю ее, чтобы она тоже была красной. Не скажу, что это очень больно, но скажу, что это очень действенно. Точно так же прорабатываю бока и бедра. И в самом конце можно себя немножечко погладить. Я благодарю животик за то, что выносил нашу малышку. И на этом массаж подходит к концу. И в принципе эти три этапа будут полезны не только после родов, мамочкам, чтобы восстановиться. Абсолютно всем, у кого жирок в области низа живота, например. В принципе, кому хочется подтянуть свой живот, это вообще безвредная абсолютно процедура. Теперь, что касается спортика. В принципе, уже бегать можно. Ходить быстрым шагом можно. Да вообще уже почти все делать можно. Единственное, что мне мой врач сказала подождать с упражнениями на пресс хотя бы до четвертого месяца. Поэтому сейчас у меня каждый день это легкая пробежка. Первый раз я пробежала один километр, и мне было очень тяжело. В первую очередь у меня болели мышцы. Это я попозже вам расскажу о моей спине, о моих лопатках. В первую очередь у меня заболели вот эти мышцы. Это мышцы, которые сейчас у меня работают просто 24 на 7. Ну, не 24 на 7, конечно, но так как я ношу Еву, и для меня это абсолютно непривычный груз. Я каждый день никогда не носила. Там 5 килограмм, 6, она еще и увеличивается, знаете. Поэтому в первый же раз, как только я пробежала, у меня заболела не попа, не икры, не бедра, а спина. То есть мои мышцы, они просто так как постоянно происходит такая вот стряска небольшая, они обалдели. Но я бегу очень легко, то есть я не сотрясаю прям все тело. Знаете, у меня такая пробежка очень легонькая, я бы сказала, что это темп быстрого шага. Но тем не менее, я хорошо разогреваюсь, минут 20 я бегу, параллельно слушаю аудиокнигу. Это очень классное такое совмещение, времяпрепровождение, полезно 2 в 1, и время быстрее проходит. После этого у меня 20-минутная, 25-минутная разминка. Особый у меня упор на спину, потому что за время беременности, несмотря на то, что я ходила в бассейн, укрепляла свою спину, несмотря на то, что занималась фитнесом, тем не менее мышцы спины, они ослабли. И более того, они неправильно немножечко напрягались. То есть у меня появился прогиб, как и у всех беременных, прогиб во время беременности. И после родов этот прогиб, он как-то, знаете, ну ты как будто привык выгибаться, а уже вроде бы и не надо, живота-то нет. Поэтому нужно укреплять мышцы спины обязательно. В прошлом видео я показывала вам мою разминку, конечно, в ускоренном темпе, но в принципе это абсолютно обычная утренняя зарядка, разминка. Я разминаю шею, плечи, таз, колени, немного растягиваюсь на шпагат. Так что если вы захотите повторить такую гимнастику, разминку, то здесь в принципе все понятно по видео. Но прокомментировать я хотела бы несколько упражнений, которые лично мне помогают и помогали в течение дня быстренько восстановиться, встряхнуться, расслабить спину. Первое очень простое упражнение, мы наклоняемся вниз, опуская вниз голову и руки и максимально расслабляя и голову, и руки. В этот момент нужно прямо провиснуть, почувствовать вес и тяжесть головы и хорошо бы повисеть так минутку-две, прямо расслабиться, войти в некое такое медитативное состояние. И затем очень-очень медленно позвонок за позвонком подниматься наверх, голову при этом держать максимально вниз до последнего. И только в последнюю очередь мы как будто бы надеваем голову на спину. Мне это упражнение показало остеопат, мне оно безумно нравится, оно очень бодрит. Так что если у вас болит спина, шея, нужно просто как-то встряхнуться и расслабиться в течение дня, то вот вам две минутки и очень эффективно. Второе упражнение еще более простое и еще более быстрое. Его тоже можно делать в течение дня, просто чтобы разгрузиться, расслабиться. Я сначала поднимаюсь на носочки, затем опускаюсь на середину стопы и тут же опускаюсь на пятки, будто бы встряхивая все тело. В этот момент действительно нужно почувствовать, как расслабляется все тело, руки, ноги, органы, голова. И представлять, будто вы в прямом смысле сбрасываете напряжение. Также безумно классное упражнение для спины, для осанки. Если что, эти все упражнения не только для женщин после рода. Они будут полезны абсолютно всем. Это упражнение кошка. Встаньте на коврик на четвереньки, поставьте ладони на пол, под плечи. Руки должны быть выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом. Сделайте глубокий выдох и подкрутите таз внутрь, при этом округлите спину и опустите голову вниз. Затем на вдохе прогните спину в обратном направлении, подняв голову и таз вверх. И затем мы просто повторяем эти две позиции по кругу. Весь описанный цикл можно повторить 5-10 раз, как вы чувствуете, можно сделать и 20 раз. Это очень полезное упражнение, я делаю примерно 12-15 раз. И оставаясь в этом же положении, я делаю круговые движения. Это упражнение мне показали еще во время беременности. Оно тоже очень классно расслабляет спину, при этом укрепляет пресс и осанку. Следующее упражнение из йоги, мне оно тоже очень нравится. Когда я его выполняю, я прям очень хорошо чувствую, как расслабляется, прогибается моя спина. Первая позиция, я опираюсь на ладони. Почти всем телом, кроме грудной клетки и головы, я лежу на полу. Голову поднимаю наверх и хорошо-хорошо растягиваю в этот момент спину. Позиция номер 2. Ладони остаются на том же месте. Я хорошо протягиваюсь назад и как будто бы сажусь, голову опуская при этом вниз. Чувствую сильное натяжение, но в то же время расслабление в спине. Этот цикл тоже можно повторять столько раз, сколько вам комфортно. Я делаю примерно 6 повторений. Следующее упражнение на спину тоже очень эффективное. Лежа на животе, мы поочередно поднимаем противоположные друг другу руку и ногу. Я делаю эти подъемы по 2 раза, при этом руки и ноги почти никогда не касаются пола. Желательно, чтобы они оставались на весу. После этого упражнения я делаю похожее на него, но уже отрываю и руки, и ноги одновременно. Следующее упражнение, которое мне очень нравится, немного задействует мышцы пресса, позволительно после родов. Позиция такая же, как мы делали в упражнении кошечки, только здесь мы поочередно выпрямляем противоположные друг другу руку и ногу, а затем будто пытаемся их соединить под нашей спиной. При этом спину нужно округлить. Словами на самом деле звучит сложнее, чем выглядит, поэтому просто смотрите, как я делаю и повторяйте. Ну и мое самое любимое упражнение, которое можно было начинать делать уже спустя 40 дней после родов, это вакуум. Сначала вакуум после родов делается в лежачем положении, и когда женщина уже готова, можно перейти в вертикальное положение. Вакуум подходит всем, кто хочет получить плоский живот, но не может уделять много времени на скручивание. Прежде всего стоит сказать, что упражнение вакуум нужно делать только натощак. Сначала делаем глубокий вдох, затем полностью выдыхаем весь воздух, ставим руки на колени, подкручиваем копчик, как бы немного округляя спину, и втягиваем живот, не вдыхая, втягиваем живот. Если все сделано правильно, живот должен сам вакуумом затянуться под ребра, независимо от того, насколько объемный у вас живот. Сделав паузу, поднимите подбородок, расслабьте живот, и только после этого можно выдохнуть, но не силой, а медленно. Делаем 5 повторений. Кстати, не забывайте пить водичку. И еще из здоровья я выделила посещение остеопата, точнее, остеопат приехала к нам. Это очень такой важный человек, не только для женщины после родов, а в принципе. Это человек, который работает с суставами, с косточками, с постановкой таза на место, например, после родов, если таз сильно разъехался. У кого-то, если зажат там позвоночник, распрямляются позвонки, встают на место. Ну, в общем, мы на самом деле с ней работали еще во время беременности, то есть снимали какое-то напряжение с мышц. В принципе, я расслаблялась, потому что напряжения в нашем теле всегда очень много. Вот вы сами по себе заметьте, как редко на самом деле вы полностью расслаблены. У нас постоянно напрягается лицо, либо у нас губы поджаты, либо вот здесь вот мы морщимся, либо щуримся руки, ноги, шеи. Мы очень редко находимся в полностью расслабленном состоянии, и это на самом деле плохо. Так что такие вот сеансы во время беременности мне очень нравились, я расслаблялась. Также убрала свою дурацкую привычку всегда стоять на одной ноге. Вот кто так тоже делает? Девочки, старайтесь наблюдать за собой. Это очень плохо для позвоночника, очень сильно смещается центр тяжести. Я очень любила просто опираться на одну ногу, другая нога, например, расслаблена, или такая полусогнутая, да? И вся нагрузка идет, например, на одну ногу. Или знаете что? Я мыла посуду в позе, как цапля. То есть одна нога у меня стоит, а вторая нога вот так вот, понимаете, да? Опирается на коленку другой ноги. Я, надеюсь, я понятно объяснила, сюда постараюсь какую-нибудь такую иллюстрацию вставить. В общем, это тоже очень плохо. Вот недавно буквально она к нам приходила домой, она сказала, что довольна состоянием моих органов, моего живота, что все хорошо подтянулось, матка встала на место. Таз, конечно, кости немножечко разъехались, но к этому нужно быть готовы, потому что, как прежде, уже никогда не будет, но у меня это расхождение, она сказала, не очень сильно. И вот я заикнулась про свою спину. В этом вопросе мне даже понадобилась помощь массажиста, потому что у меня очень сильно начала болеть спина с первой недели после рода. Спина не в пояснице, как у всех болит, причем все жалуются на свою поясницу, что-то у меня все хорошо, а в лопатках. То есть вот если представить лопатки, то мышцы между лопатками у меня просто иногда... Я не знаю, что с ними происходило. Я тоже не знала, что у меня эти мышцы есть, что они могут так сильно болеть. Видимо, из-за того, что я начала вот вдруг внезапно носить ребенка, то есть Ева сначала весила там 3 килограмма, потихоньку, не потихоньку, она хорошо прибавляла весе, она прибавляла, 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 и я все ношу, ношу. Получается, смотрите, что я держу Еву вот так, то есть напрягается рука, и рука у нас присоединена, мышцы работают вот здесь, как раз-таки мышцы между лопатками. Я не знаю, как они правильно называются, но в общем, из-за того, что я постоянно перегружала правую свою руку, у меня вот здесь вот очень сильно начали болеть мышцы, они начали забиваться, и мне прям хотелось, чтобы меня промяли, вот знаете, такое желание, чтобы просто вот так вот я обратилась к услугам массажиста, то есть ко мне на дом приходит. На самом деле, это моя доула, я вам рассказывала уже о ней, просто она много чего умеет на самом деле, много чему обучена, поэтому это все один человек, и вот она ко мне приходит домой и меня массажирует, даже с банками, знаете, да, такой массаж банками, когда такой вакуум происходит. Мне очень хорошо, сейчас у меня спина уже лучше. Это был такой большой первый блок, мы переходим к не менее важному блоку психоэмоциональное состояние. У многих женщин после родов встречаются в депрессии после родовая, я вам о ней рассказывала в предыдущем видео. Ну, в общем-то, самое главное золотое правило спокойно мама, спокоен ребенок. Очень важна атмосфера в семье, безумно важно, чтобы мама высыпалась. У мамы с ребенком очень сильная связь эмоциональная. Если мама неспокойная, если мама нервничает, переживает, это все передается ребенку, и непонятно вдруг почему, он тоже начинает быть каким-то нервным. Она еще больше от этого нервничает, он еще больше от этого нервничает. Поэтому очень важно, чтобы мама была спокойна, чтобы мама не тревожилась. Конечно, я сейчас-то говорю, легко сказать. Я на себе, собственно, проверила, каково это, когда вот ребенок у тебя впервые, у тебя очень много вопросов, очень много беспокойств. Вот почему так? А вот это нормально, что у нас вот так? А вроде бы должно быть так, а у нас не так. И вот нужно иногда просто успокоиться, перестать всех слушать, послушать просто себя. И на самом деле внутри женщины всегда есть правильные ответы. Мама, она сердцем чувствует, что нужно ее ребенку. У меня много раз так происходило, когда вот мне кажется, вот я чувствую, что нужно сделать так. Я это нигде не прочитала, я это нигде не узнала. Но потом оказывается, что действительно нужно было делать именно так. Почаще нужно слушать себя, поменьше накручивать. Насчет врачей я вообще, если честно, разочаровалась. Даже в наших платных уже врачах. Потому что, девочки, вот если бы я послушала нашего педиатра, который к нам пришел, причем платно, Ева бы, может быть, сейчас уже была бы не на грудном вскармливании. Потому что столько было каких-то странных советов, которые вообще как-то, знаете, не перекликались вот с моим соображением о материнстве, о воспитании. Но тут-то говорит врач, тут-то говорит вроде бы компетентный человек, особенно когда у тебя первый ребенок, ты боишься навредить, хочешь послушать его, и вот слава богу, я ее не послушала. Еще в эту тему я бы хотела рассказать о такой процедуре, как послеродовое пеленание или закрытие родов по-другому. Это вообще отдельная тема. На самом деле, я постараюсь сейчас долго не говорить, потому что уже говорю очень, на самом деле, долго, у меня там показывается время. Закрытие родов, это такая процедура, которую проводят женщине. Другая женщина, компетентная в этом вопросе, конечно же. С одной стороны, это и эмоциональная, очень сильная разгрузка, процедура, которую можно делать много лет спустя после родов, потому что на этой процедуре раскрываются все боли, все проблемы родов, то есть женщина может проплакаться, женщина может рассказать свою историю, как она прожила свои роды, довольна ли она ими. Очень многие женщины недовольны своими родами, у многих ощущения, будто их родили, и у многих складываются какие-то травмы. После кесарево сечения очень многие в голове держат мысль, что это не я родила, что я не справилась, я не смогла. И вот на такой процедуре ты все выдаешь, что у тебя внутри и очень сильно освобождаешься. Это как, знаете, разговор с подругой за чашкой чая, когда ты можешь прореветься, только здесь все намного глубже, намного сильнее, и это целый прям, знаете, такой обряд, на это может уйти целый день. Приготовление. Выбираются травы для ванны, из них варится отвар. Также подбираются аромамасла для массажа и готовится разогревающий аэровидический напиток из специй. То есть это действительно прям вот такая вот масштабная процедура. Я не буду рассказывать конкретно про каждый момент, но самое интересное, как по мне, и самое такое необычное, это как раз таки сама процедура пеленания, процедура перетягивания. Большим длинным полотном, шарфом или узкой простыней происходит перетягивание по восьми зонам. Голова, плечи, область диафрагмы, ребра и так далее. Полотно натягивается не болезненно, но довольно плотно. То есть представляете, да, это фактически вот как ребеночка пеленают, только тут пеленают женщину в определенных местах. Затем женщину заворачивают в простыню или в одеяло. К этому моменту, как правило, женщина погружается в очень глубокое расслабление, порой и сродни трансу. То есть в первую очередь вся эта процедура направлена на заботу о женщине, потому что с рождением ребенка женщина то и дело, что заботится о ком-то. То есть она все свои силы, всю свою любовь отдает маленькому такому комочку счастья. Здесь чувствует, что о ней заботятся, что она себе делает приятное. И, кстати, такое перетягивание по вот этим восьми зонам в чем-то заменяет посещение остеопата, потому что, когда перетягиваются очень сильно бедра, то есть тазовые кости, и если он разъехался, то все встает на место. В общем, немного я загрузила, мне кажется, такой информацией, но это очень интересная процедура. Я еще не решила для себя, хочу ли я ее пройти. На самом деле, с точки зрения эмоциональной какой-то помощи, я не чувствую, что она мне требуется, я не чувствую, что мне хочется проплакаться после родов, что что-то все-таки у меня прошло не так. Я действительно на 100%, ну не на 100%, но я действительно довольна своими родами, и у меня нет каких-то травм, обид, чтобы их проработать. Но в плане самой вот этой процедуры, массажа, разговоров, аромамасел, вот этого перетягивания, пеленания, мне очень даже интересно, и я еще думаю, пройти эту процедуру или нет. Но я просто хотела с вами поделиться, вы пишите мне, что вам интересны всякие такие инсайты, какие-то моменты, которые я сама узнаю в этой области, в этой теме, поэтому делюсь с вами. И последний блок это питание, и на самом деле здесь у меня все тьфу-тьфу-тьфу хорошо. Как я и говорила в прошлом видео, у меня полноценное, абсолютно неограниченное питание, то есть я ем все. Вот когда был сезон клубники, я ела клубнику, конечно, я ее не объедала с ведрами, я попробовала сначала одну, две, увидела, что реакции у Евы никакой нет на нее. Я не ограничиваю в принципе себя ни в чем, но в то же время мое питание и до родов, и до беременности, и вот сейчас после родов его можно назвать правильным, наверное, потому что я не люблю все вот эти вот сладости химозные, газировки, чипсы, поэтому в этом плане мне, наверное, было легче и проще. Единственную зависимость, которую я заметила, это на что у меня какая-то реакция в животе бывает на продукты, такая же реакция на эти продукты и у Евы. Все, в остальном иногда я даже забываю, что я так-то кормящая мать, и вообще-то у меня должна быть какая-то там диета. Ну и последний блок в этой теме, это мои ответы на ваши вопросы. Я попросила в Инстаграме, как всегда, вас задать мне вопросы на тему восстановления, чтобы немножечко вас окунуть в мою атмосферу, в мой сейчас быт, как у нас все происходит. Что больше всего пришлось восстанавливать форму после родов? Ну, наверное, все-таки живот, потому что, конечно, это огромная разница в первый день после родов и сейчас, какая деформация произошла с животом. Вы просыпаетесь очень рано, как вам удается ходить бодро на протяжении дня? Да, у нас сейчас вернулся наш режим, я этому очень рада. Намного более продуктивно проходит день, потому что первый месяц у нас, конечно же, режима никакого не было, режим устраивала нам Ева, но сейчас потихоньку, помаленьку мы выстроили и вернулись в прошлый режим, то есть мы просыпаемся в 5, в 5.30 и ложимся в 9, 9.30. Итого, получается, мы спим 8 часов и вот этот вопрос фактически немного даже нелогичный, потому что, несмотря на то, что просыпаемся мы рано, ложимся-то мы тоже рано. То есть от того, что я просыпаюсь в 5 утра, я менее бодро не становлюсь. Я же не ложусь при этом в 12 или в час. Вообще, что касается меня, Дениса, мы намного себя чувствуем более бодрыми, как раз таки, когда просыпаемся раньше. То есть за утро ты успеваешь сделать кучу дел, днем ты чувствуешь такую гордость за себя, что вот всего лишь там, например, 12 часов дня, уже столько-столько позади, и это тебя еще больше мотивирует на то, чтобы ты успел сделать еще определенное количество дел за сегодня. Поэтому для меня ранний подъем это вот равно продуктивный день, равно как раз таки бодрость. И если я проснулась, наоборот, часов 8, например, день насмарку. Какими стали волосы, ногти, кожа после родов? Пока что абсолютно никаких изменений я не вижу. Во время беременности у меня очень сильно улучшилось состояние волос, они стали блестящими, стали более густыми, и пока что это состояние не меняется, меня это очень радует. Что касается кожи, вообще никаких изменений, абсолютно. Ты была в шоке, когда увидела свой живот после родов? Наверное, не то чтобы в шоке, я не расплакалась, не расстроилась, потому что я была к этому готова и понимала, что это все временно. Ну да, я обалдела, потому что у меня был 9 месяц, это был огромный живот. Тут вроде бы у меня ребенка внутри нет, но живот-то остался, и такое немножечко непонятное состояние. Но знаете, уровень гормона, уровень счастья и радости после родов, который у меня был, все просто закрыл, затмил, и мне было безразнительно мой живот, я понимала, что это все временно и все обязательно пройдет. Очень много вопросов, знаете, про грудь, про то, возможно ли подтянуть грудь, например, после родов, останется ли она такой вот всегда, после кормления, например. То же самое про живот. Очень много девочки будет зависеть от вашей предрасположенности, от вашей генетики. То же самое я могу сказать о растяжках. Тут действительно машься, не машься, если вот у твоей мамы были растяжки, скорее всего, но 90% вероятности, что у тебя тоже будут растяжки. Так что я не могу одним ответом дать понять, как будет у вас. Ухудшилось ли зрение после родов? Нет, зрение не ухудшилось, несмотря на то, что я пока что не была у окулиста, но я ношу те же самые линзы, и по моим личным ощущениям у меня все нормально, но к окулисту мне еще надо сходить и проверить обязательно давление, потому что это даже более важно, чем само зрение. Ну вот для меня мне это нужно проверить. Расскажите, что за массаж вам делала Доула после родов? Вы как-то в истории упомянули. На самом деле, вот это тот массаж, которым я говорила про спину, это хороший, проминающий, классический массаж, плюс массаж банками. То есть там ничего такого прям супер сверхъестественного нового не было. Там были использованы аромамасла. В этот момент я просто очень сильно расслабилась и каждой клеточкой своего тела чувствовала кайф, расслабление. Очень много вопросов, хотите ли второго? Когда за вторым, а когда второй? Девочки, минимум восстановиться женскому организму нужно года два. Это прям, если мы говорим о костях, а кости дольше всего восстанавливаются, то это точно года два. Поэтому раньше меня даже не спрашивайте. Вы везде с Евой сами или она с родственниками, а не с няней? Хотели бы няню, как вы относитесь к няне? У нас нет няни, у нас нет родственников, которые постоянно с Евой, мы с Евой всегда. Мы два родителя и мы с Денисом все время с Евой. То есть у меня был, кстати, еще вопрос, приезжала ли ко мне мама вот на месяц, на два месяца. Нет, мама на постоянное проживание не приезжала. В принципе, мы справлялись, никакой такой прям помощи ежедневной мне не понадобилось. Мы быстро вошли в колею и, конечно, Денис помогал. То есть Денис родитель на 50%. Как быстро привыкла к материнству? Да мне кажется, я до сих пор в шоке. Но в таком приятном шоке, потому что, когда я держу Еву на руках, когда я понимаю, что это вот моя девочка, она у меня когда-то была в животике, а еще когда-то мы с Денисом вот только-только узнали, что мы беременны, а еще когда-то мы только-только с ним поженились и вообще у нас не было никого, а сейчас вот у нас уже трое в семье. В общем, сумбурно все вот это вот звучало, что я сказала. Ну, просто это действительно вот мои мысли. Мне очень нравится роль мамы. Роль молодой мамы мне нравится еще больше. Что тебе запретили есть навсегда, когда-то стала мамой. Педиатр, который к нам пришел сразу после родов, мне сказала, не есть ничего красного, оранжевого, зеленого, никаких фруктов, свежих овощей. А я, если что, не ем мясо и для меня овощи это почти единственная еда. Ну, я также ем рыбы, морепродукты, но то, в каком количестве я ела и ем овощи, это просто не передать словами. А тут мне их сказали не есть. Ну, в общем, да, запретили-то мне много чего, но я в итоге просто опиралась на свои эксперименты, на свою пробу. Если я видела реакцию у Евы, я это не ела. Если не видела реакции, то ела. Сколько времени после родов прошло, когда ты начала бегать по утрам и заниматься зарядкой? Полтора месяца где-то так. Через сколько дней после родов ты надела бинкунг и как долго его использовала? Надевать бинкунг, точнее, обтягиваться, утягиваться бинкунгом можно на второй день после родов, на первый день после родов. В общем, чем раньше, на самом деле, тем лучше. Я не могу говорить за всех, то есть, после кесаревого сечения там какое-то время нельзя утягиваться бинкунгом. Такая конкретная тема, я не буду сейчас уходить в подробности. Топ-5 продуктов, которые присутствуют в твоем рационе. Каждый день в моем рационе присутствует какой-то морепродукт, то есть, это либо рыба, либо креветки, кальмары, вот что такое рыбное. Гречка, обожаю гречку. Творог. В один пункт, наверное, я запихну все сухофрукты и орешки, потому что у нас дома их нескончаемое количество, то есть, у нас дома всегда на столе стоит тарелка с разными орешками, с финиками, черносливом. В общем, такие полезные перекусы. Кабачки сейчас, очень сильно люблю кабачки. Но вообще, это все овощи, фрукты, абсолютно все я люблю. Ну и последний вопрос, хороший ли Денис папа? Пусть посмотрит это видео и улыбнется, потому что папа, он очень-очень хороший и муж очень хороший. Ну что, красотки, я очень надеюсь, что это видео завершило такие тему восстановления после родов на моем канале, что я ответила на многие ваши вопросы, что вам было интересно, кому-то полезно. Я вас приглашаю в свой инстаграм, потому что там я делюсь с вами всей моей жизнью. Если ролики на ютуб выходят раз в неделю примерно, то в инстаграме я появляюсь абсолютно каждый день. Делюсь какими-то полезными рецептами, советами, выставляю каждый день много сториз. В общем, я вас туда приглашаю, как и всегда. И, конечно же, улыбайтесь чаще, красотки. Я вас очень сильно люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok